Всем огромный привет, дорогие мои зрители! В этом видео я хочу вам рассказать про бабочку, которую я встретила совсем недавно. Все, конечно же, видят эту бабочку, но, может быть, не все знают, как она называется и как вообще она себя ведет, где обитает. Я вам сейчас немножечко про нее расскажу. Это бабочка-репейница. Она еще по-другому ее называет чертополоховка. Это дневная бабочка, обитающая повсеместно, кроме Южной Америки. Ее называют чертополоховка за любовь к колючему растению. Бабочку можно увидеть на лесных полянах, в лугах и садах, по берегам водоемов. Взрослые бабочки прилетают из Африки к началу лета. Не поверите, но это перелетная бабочка. Она питается нектаром чертополоха, расторопши, соей и крапивы. Откладывает на листья по одному яйцу. Гусеницы же поедают листья растений. К осени следующего поколения снова полетит зимовать в Африку. Некоторые личинки чертополоховых бабочек питаются молочными водорослями, которые являются ядовитым растением, содержащим сердечные гликозиды. Поэтому личинки являются ядовитыми. Хотя ядовитые, как эти бабочки, не будут напрямую влиять на людей, если их не проглотить. При косновении к личинкам некоторых чертополоховых бабочек может вызвать, конечно же, сыпь. Размер бабочки и мотылька означает размах крыльев. Длину от самого левого конца до самого правого конца, когда крылья полностью раскрыты. 5-6 см у этой конкретно бабочки. Она широко распространена. Не встречается только в Южной Америке, как я вам уже говорила в начале. На севере Европы доходит до побережий Арктических морей. Отдельные особи долетают до Исландии, Шпицберга, Колгуева и других северных островов. Однако зимовать может только на юге Европы. На севере бабочки проникают в тундры, но потомство там не оставляют. Бабочки-репеницы очень хорошие летуны. Перед миграцией чертополоховки собираются в большие стаи, порой достигающие численности более тысячи особей. Направления миграции всего два. Весной репеницы летят из Северной Африки в Европу, а осенью в обратном направлении. Такие же сезонные перелеты наблюдаются в Азии и Северной Америке. Как и все прочие бабочки, репеницы представляют собой насекомых с полным циклом превращения. Это означает, что в процессе развития чертополоховка проходит такие стадии. Яйцо, гусеница, куколка и взрослые насекомые. Эти бабочки зимуют только при положительных температурах. И в южных регионах это происходит. И случайно попавшие под влияние отрицательной температуры взрослые насекомые неизбежно погибают. Если задуматься о влиянии бабочек-репениц на окружающую среду, то это воздействие можно признать минимальным. Поражают гусеницы чертополоховки в основном сорные растения, да и то в небольшом объеме. Вымерзание целых поколений в некоторых районах приводит к сокращению численности репениц как вида. Это положение дел заставляет задуматься о защите этих красивых бабочек. Например, в Смоленской области бабочка-репениц уничтожена в региональную красную книгу в 1997 году. Вот такое небольшое видео я хотела вам рассказать о такой красивой, чудесной бабочке. Продолжение следует...